ребята всем привет сегодня мы едем в гандию и покажем этот замечательный город и пляж будет очень интересно ребята мы приехали в замечательный город гандия и гандия гандия вот там даже ударение есть хочу сказать здесь очень красиво сегодня мы дойдем до пляжа посмотрим что там на пляже вот по недвижимости я в конце расскажу примерно что здесь вообще бывает потому что вы сами посохать посмотри своими глазами здесь вам сегодня будет очень интересно а также расскажу вот про тех людей которые собираются переехать потому что очень сегодня был буквально час назад у меня была переписка с человеком из чехии что ли чехии словаке но откуда откуда-то оттуда из восточной европы и люди уже переезжают что там очень много раз уже испанский будет сильным языком и это довольно интересно и частая ситуация я хочу об этом немножко рассказать подробнее надеюсь будет интереснее сейчас давайте наслаждаться видами здесь реально красиво вот такие вот замечательные здесь места мы идем от центрального вокзала он здесь такой приличный большой такой и очень интересно сделан где не найти туалета вот мы приезжаем как бы в туннель а потом поднимаемся наверх показывать там ничего там темно ну вот но сделано хорошо и после после этого всего дела позади вокзала именно есть еще автовокзал очень удобно вот нам все время идти прямо сейчас пойдем вот тут вот тут вот красивая женщина она сейчас покажется вот так вот любите своих жен и они будут красивыми рекомендую дерево как в джунглях видите и свисающий лиан правда это наверное не лиан конечно это не важно вот нам сейчас все время прямо прямо и прямо и прямо и очень много прямо и мы придем там я как понял есть место для швартования яхт яхт но это обязательно все снимем и покажем итак ребят давайте поговорим о том почему же люди а кстати вот смотрите смотрите офигенная гора смотрите просто бомба почему же люди почему же люди давайте пойдем светофора нет пешеходный переход почему же люди переезжают в испанию из уже где-то прожив пять лет допустим где-то восточной европе вот почему так происходит кто-то постоянно лезет в кадр вообще невозможно убежать ксана почему так происходит я расскажу очень простую вещь которую вы наверное сами знаете люди ну и психология людей она довольно просто вот плане того что люди к чему-то привыкают им нравится это когда ты попадаешь в новую страну красивую интересную да то тебя это очень сильно насыщает чем-то положительным интересным и люди хотят вот этот вот наркотик назовем его своими именами вот этот эндорфин все больше и больше почему так происходит все предельно просто когда наступают проблемы то есть у нас же четыре этапа ассимиляции да миграции первый этап это вот эйфория второй этап это у нас накопление каких-то проблем и что все не так просто но еще нет критической стадии потом наступает критическая стадия когда обычно в этой стадии люди уезжают и после этого после этого наступает стадия уже принятия то есть всех проблем опять женщина от меня сбежала наступает этап принятия так вот перед этапом принятия обычно люди и начинают куда-то уезжать еще и люди мне сказали так как уже будет седьмой язык то есть шесть языков то есть четыре страны как минимум они уже сменили и это будет продолжаться дальше и дальше к сожалению наш мир так устроен поэтому я рекомендую вам понимать что вы делаете самое главное что вы делаете со своими детьми потому что вот это постоянная смена обстановки она очень негативно влияет на психику ребенка ну с этим можно работать как говорится но зачем создавать дополнительные проблемы я никак не осуждаю людей которые куда-то переехали и дети у нас тоже ребенок был в четырех детских садах тоже было все довольно непросто в этой жизни но мы старались по максимуму чтобы он был в одной школе и то тоже не получилось я хочу сказать что для ребенка это большой большой стресс поэтому лучше как-то уже осесть и жить как-то стабильно понятно и после этого уже принимать какие-то решения в плане переезда когда вы уже вот эту стабильность понятность уже у ребенка как-то закрепили то есть он уже вырос он уже стал самостоятельной личностью с какими-то понятными естественно документами после этого вы куда-то уже решили поехать ну уже жить потому что этот момент да особенно подростковый возраст самый сложный вы сами знаете но сегодняшняя речь и день немножко не до конца об этом итак если вы уже едете в какой-то раз куда-то непонятно куда допустим в испании то поймите что и в испании полно негатива позитива полно много ну и негатива тоже имейте это ввиду очень часто почему-то люди это упускают и они думают что приедут будут лежать на пляже рядом будет стоять яхта свой личный дом со слугой и соответственно будут попивать коктейльчик испании это то же самое что и где вы жили просто погода другая язык другой все остальное работать надо как и везде сложности есть как и везде может быть они немножко другие да в россии допустим ты борешься с тем чтобы сначала выжить потом ты поднимаешься на ноги и становится все как-то получше а потом у тебя это могут забрать здесь этого нет здесь платишь налоги живешь спокойно в россии можно платить налоги но жить неспокойно сами знаете вот поэтому мой совет очень простой что с самого начала вам необходимо понять что смена окружения никак не сменит ваш нежизненный уклад непривычки вы не станете резко там красивым там не знаю там с прессом подтянутым это все очень непросто но бывает так что люди у которых ничего на родине не получилось что-то получается той же испании где-то еще имейте это ввиду вот а сейчас там немножко поснимаю а дальше уже я думаю покажу вам пляж здесь скорее здесь в испании кстати говоря да вот заходите купить участок то дом должен быть с определенными вещами что это означает что все должно быть очень строго регламентировано то есть у них здесь там забор даже вот регламентирован и так далее кстати вот в новом стиле модерном все такое прямоугольненькое поэтому имейте это ввиду что даже купив здесь землю да хорошая улица приятная можно попасть на дополнительные расходы по поводу проекта это не как в России там дали землю и твори что в принципе хочешь лишь бы там что-то было вот здесь несколько иначе ладно дальше увидимся уже в стороне пляжа и красивых водочек на солнышко там вдалеке на горе там все ребят мы пришли идти тут где-то минут 40-50 вот в такие потрясающие места сейчас я покажу здесь есть заход вот там вот еще кусочек города а вот там у нас кусочек захода симпатичная девушка нас ждет смотрите сейчас мы идем в сторону пляжа и лодочка лодочки еще посмотрим очень здесь интересно такой отдельный как портовый городок очень прикольно ребят мы выходим на улицу которая рядышком с яхтами и пляжем и вот здесь идут вот эти магазинчики маленькие подарочные магазинчики эти рекалу такая вот улочка красивая очень симпатично и кстати говоря вот когда мы приехали первый раз гандию нам не зашла как мне лично не зашла ганди не знаю как сани сана тебе зашла ганди и зашла мне нет ну вот и ну потому что как там город без моря все-таки как-то не испания какая-то если честно вот а сейчас вот мы пришли сюда такая портовая зона да такая где том числе есть обычные дома и здесь очень прикольно короче как-то прям нравится ладно дальше покажем уже ближе к морю и чем дальше мы идем тем больше нам нравится потому что выглядит это просто все очень как минимум красиво как максимум очень круто плюс одни есть еще видите сегодня такой пасмурный день и видно все хорошо когда потому что много солнца солнце все конечно перебивает ой здесь полисия и полиция мунду марину экскурсионис запах моря просто офигенную здесь какие-то экскурсии есть на воде можно посмотреть давайте посмотрим сколько это все дело стоит стоит это у нас все удовольствие непонятно сколько стоит только выход описан смотри а годы валенсия а это я понял немножко не то цены дальше он здесь qr-код а вон вон записано 14 а дуль туз не нес 10 50 минут есть большие за 29 сать недорого вот на таком теплоходике здесь у нас люди тусят отдыхают там он наверху продается он там мы уже посмотрели кстати посмотрели участки 500 квадратов участок вот в том районе где мы шли вот где эти домики шли где мы смотрели участок какие-то странные цены 140 тысяч там 500 квадратов ну куда столько в принципе для дома а дома самое интересное стоит 140 190 250 ну вот так насладимся как говорится видом а а и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... У нас есть также симпатичные кафешки, апартаменты... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...